Всем привет! В этом видео будет произведена замена динамиков на машине Opel Insignia Hatchback 1-го поколения. Кроме этого, вы узнаете процесс снятия обшивки двери и простой способ определения полярности динамика. Не скучно вам просмотра? Причиной для замены заводских динамиков стало плохое качество звука. Особенно в жаркую погоду слышны хрипы и уменьшение громкости. Используйте пластиковые лопатки для снятия обшивок. Это сбережет внешний вид от царапин и к тому же это удобно. Для начала разбираем обшивку двери, чтобы произвести измерение размеров заводских динамиков. Снимаем накладку дверной ручки, начиная с угла, так как с краев она держится специальными зацепами. Винты выкручиваем с помощью насадки Torax TX20. Для нижнего винта используем удлинитель. Поддеваем обшивку с нижнего края и отщелкиваем клипсы вверх. Перед Снимаем Сам динамик держится на одном винте из-за цепи. В связи с этим принято решение оставить корпус родных динамиков как подиум, а внутреннюю их часть вырезать. Измеряем старые динамики. Диаметр переднего динамика 157,5 мм, а заднего 156 мм. Посадочная глубина для обоих порядка 60 мм. Подбор по размерам пал на коаксиальные динамики JBL Stage 3 627F для передних и JBL Stage 2 624 для задних. Ссылка на магазин в описании к видео. Двухполосный JBL Stage 3 627F, диаметр 158 мм. Посадочная глубина 48,5 мм. Сопротивлением 3 Ом. Позволит повысить отдаваемую мощность. Двухполосный JBL Stage 2 624, диаметр 166 мм. Посадочная глубина 56 мм. Сопротивлением 4 Ом. Давно себя уже зарекомендовал. Не стал ставить все 4 динамика JBL Stage 3 627F, так как обладая сопротивлением 3 Ом, они приведут к повышенной отдаче мощности магнитолой и перегреву микросхемы усилителя. Это мое мнение. Так как у Insignia есть твиттеры спереди, то принято решение убрать высокочастотную полосу динамиков JBL Stage 3 627F, которые будут устанавливаться вперед. Так как высокие частоты нам стали не нужны, отпаиваем твиттеры. Для этого берем и отпаиваем один из проводов, идущих к твиттеру. В данном случае отпаиваем минус. И обязательно, чтобы он не закоротел, одеваем термоусаживающийся кембрик и усаживаем его феном. Второй провод можно оставить, и при желании из однополосного динамика опять сделать двухполосный. До того, как начать процесс вырезания внутренностей на снятых с машины динамиках, необходимо определить полярность на фишке подключения. Для этих целей подойдет проверенный дедовский метод. Подаем поочередно разную полярность на контакты динамика и следим, когда произойдет выгибание диффузора динамика вверх. Это и будет правильной полярностью. Итак, первая комбинация. Минус со стороны замка на фишке. Видим, что происходит. Выгибание динамика вверх. Значит, в данном случае такая полярность будет являться правильной. Второй вариант полярности, когда плюс со стороны замка на фишке. Видим, что происходит выгибание динамика вниз. Такое подключение будет неправильным. Далее аккуратно отрезаем поролоновое кольцо. Оно пригодится для новых динамиков. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пропитываем край подвесы растворителем. И отделяем его от корзины динамика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После отделения подвесов корзины зажимаем динамик в тиске. Или другим способом фиксируем. И с помощью лобзика выпиливаем стойки, удерживающие магнит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее разделяем и получаем почти готовый подиум для установки нового динамика. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь в подготовленный подиум вставляем новый динамик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видим, что он садится не полностью, не позволяя нам получить желаемый вау-эффект. Для этого нужно всего лишь удалить 4 ушка по краям. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь все препятствия удалены и новый динамик идеально входит в посадочное гнездо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для монтажа задних динамиков необходимо удалить контурный выступ по краю подиума. Удобно отрезать его по кругу все тем же лобзиком и ошлифовать наждачной бумагой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перед монтажом необходимо просверлить 4 отверстия. Можно, конечно, и больше. Они нужны для саморезов, для крепления нового динамика на подиум. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наносим герметик по кругу подиума. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вставляем новый динамик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фиксируем четырьмя саморезами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сохраненные поролоновые кольца клеим на 88 клей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Меряем монтажную глубину нового динамика. Она равна 56 мм, что безопасно для установки. Готовим оставшиеся три динамика подобным образом и получаем комплект для установки. Родные фишки подключения, конечно, уже не подойдут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Откусываем, но помним, что минус со стороны замка. То есть зеленый с черной полосой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь зачищаем провода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Покручиваем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КЛЕМЫ На плюсовую надеваем фишку большего размера, на минусовую меньшего. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее надеваем термоусаживающиеся кембрики. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И прогреваем их. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После проделанного ряда тестов по звуку можно сделать вывод. Регулировка громкости сместилась вверх. То есть на привычные для меня 25-30 единиц стало 30-35. Это связано с прочными резиновыми подвесами новых динамиков, в отличие от старых поролоновых. Тест всего диапазона громкости показал качественное звучание без сильных искажений как на вокале, так и на басовых композициях. Звук задних динамиков стал лучше, но заводские срезы частот дают о себе знать, и такого прироста качества звука, как у передних, не произошло. Изюминкой замены должна быть шумоизоляция, так как наклеенная пленка на дверях явно не рассчитана на такое звуковое давление и сдает легкий дребезг. Басой лучше вынести на сабвуфер, а всю мощь динамика пустить на среднечастотный и высокочастотный диапазон. Итоговый результат зачетный, так как звук стал лучше, а вложения и трудозатраты незначительны. Ставьте лайки и подписывайтесь! С меня много интересного!